Приветствую вас. В начале я бы хотел, наверное, сказать о том, что вы немного странно. Начинайте свой текст. Вот. То есть, я с дочкой жила с мамой и так далее. То есть, мне кажется, это немного странно. То есть, как будто вы, ну, кому-то что-то доказываете, показываете, может быть. Вот. Это немного странно. Я думаю, что здесь первое, что нужно, это определиться с тем вообще, что вы, ну, хотите. Для, ну, для своей мамы. Вот. Что вам нужно? Что вы желаете для неё? Что вы желаете для... Своей мамы. То есть, она, ну, нашла свое счастье. Вот. Не идеальное. Но счастье. То есть, мне кажется, что здесь ваша какая-то вот такая обида, она основывается на том, что мама выгнала вас. Потому что вы жили, как бы, с ней. Я не то, чтобы её оправдываю. Вот. Но мне, опять же, представляется ситуация такой, что... То, что у вас может быть обида на маму, да, и у вашего мужа существенно осложняет ситуацию. Потому что вы, ну, не можете адекватно воспринимать то, что она делает. А делает она то, что выбирает свое счастье. Ну, вот. Даже если, если оно это... Счастье, ну, вот. Такой ценой, да, то есть, её не любит, как вы говорите, мужчина там, ну, и так далее. Вот. И несколько странно выглядит ваше желание. Вот вы пишите, что хотите, чтобы она его подобыла и бросила. То есть, зачем? Зачем это? То есть, как бы вы... для неё этого? Или для себя вы этого хотите? Что-то это, мне кажется, очень такой важный момент. Вот. То есть, если вы хотите что-то, что-то для себя, то, ну, желательно постараться брать личную ответственность за это всё-таки. Потому что мама-то вам, она не особо должна, в этом смысле. Вот, нет, своя жизнь, она хочет быть счастливой там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А если вы хотите для неё чего-то, то, ну, в таком случае, конечно, желательно уважать её выбор. Вот. Потому что это и есть любовь. Вот. То есть, у вас забиты какие-то ожидания от мамы, плюс невозможность, видимо, самостоятельно, адекватно себя обеспечить жильём, потому что вы с ней жили, вы жили в её доме. Ну вот. И мне думается, что первостепенным является всё-таки проработка именно этих обид, а вообще... потом, после этого можно будет о чём-то говорить дальше. Понимаете? Вот, наверное, такой аспект, такой момент. Обратите внимание, что... Ага, значит... Ну, вопрос вы не задаёте никакого, никакой вопрос... Никакого вопроса вы не задаёте вообще. То есть, несколько непонятно. А... Что вы хотите? Что вам нужно? А... Несколько непонятно... Чего вы желаете? Вообще. Вот. То есть, как... Какая вот... Помощь... А... Вам... От... Психологов... В данном случае... Нужна? Мне кажется, что... Это очень важный момент. Мне кажется, это очень... Важный аспект... Ситуации. Вот. Ну, с обидами... Именно с обидами, да? А... Я думаю, что... Вам можно помочь... А... Именно вот... С обидами. Вам можно помочь... А... Потому что... Ну, у вас кто-то тягачит. Очевидно. А дальше уже... Я... Я думаю, будет... Понятно. Отношительно... В каком направлении... Двигаться. А дальше... Что делать... Как... И так далее. А... Вот... В принципе... Такой... Ответ... Вам... Будет... А... Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались вопросы... Дополнительные... Эээ... Пишите... В личку... Буду рад помочь... Если вам понравился... Мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его лучшим... А... Я желаю вам всего... Самого доброго... Эээ... Удачи... И надеюсь, что ваша... Ситуация разрешится. too much... Ах... Going to our own... Step... Ах... Процесс...